Команда по финтеху, я не знаю, сколько человек, уже, наверное, 200. Ну, реально, у нас сейчас 3000 человек, в начале лета было 1500, а цель у нас 10 000 человек набрать именно тех людей, которые делают Wildberries. Финтех будет, он развивается, мы в него верим, особенно при приставке, которая постоянно всех держит в непонятном тонусе. Конечно, хочется, чтобы у тебя была какая-то своя история, которая тебе помогает развиваться. Причем, как бы, финтехом занимаемся не только мы, а другие. Ну, Сбер, понятно, но вот у Яндекса там уже какой-то был финтех, Авито тоже сейчас туда идет, и Озон, у них тоже сильно развивается финтех. Финтех будет. По поводу продаж квартир и машин, ну, как-то пока нет, ну, как бы нам есть чем позаниматься. Какая тебе разница, что продавать? Нет, это вообще, даже если ты начинаешь продавать Скоропорт или включать экспресс-доставку, это абсолютно разные сервисы, разные команды, и там вот... Ну, вы туда смотрите вообще? Ну, в продажу экспресс-доставки, в экспресс-доставку в Скоропорт, либо в продажу квартир? Нет, вот это Скоропорт. В Скоропорт, ну, смотрим, да, смотрим. Не бежим, но смотрим. Нужно стремиться делать то, что ты делаешь максимально хорошо, иначе можно вот распылиться, и все. Кстати, вот к вопросу, который нам тоже практически задают, типа, ну, продавались ли вы, будете ли продаваться, и так далее. Вот мы когда были... Это мы сейчас и дойдем до этого. Да, ну, маленькими когда были, вот к нам приходила одна очень уважаемая компания на рынке, и они делали инвестиции вот в разные стартапы. Они прямо искали маленькие такие компании айтишные и предлагали войти. А мы им говорили, а зачем нам? Они говорят, ну, у вас будут деньги на большее развитие. Мы говорим, мы не сможем развиваться быстрее, чем мы развиваемся. И не в силу того, что у нас там денег нет или еще что-то. Вот, кстати, отсутствие денег – это тоже, как бы, один из мотиваторов, который тебе помогает находить нестандартные решения, с чем мы, собственно говоря, славимся. Татьяна, я бы предложил поговорить про охотчих до ягодок, а именно про внимание властей. Внимание властей к маркетплейсам в целом, к Wildress, оно достаточно высоко растет. Проверки также участились. Есть постоянно какие-то новые регуляторды. Что буквально не месяц, то что-нибудь новое. С чем вы это делаете?